Слава Богу, друзья! И вы знаете, проповедовать женщин вообще на самом деле это вызов, потому что женщины всегда права. И я недавно где-то эту шутку услышал о том, что, ну прежде чем я ей скажу, чтобы вы все поняли, вот вы были где-нибудь в тире, когда вот стреляют, потом дают в подарок игрушку? Когда ты попадаешь в цель, или там, и тебе дают игрушку, вот этот сам, как он называется, тирщик, ну, директор тира. И вы знаете, я услышал такую шутку, что, говорит, девушка, говорит, в тире настолько удачно промахнулась, что никто ей не смог препятствовать взять свой подарок. А вы знаете, на самом деле, даже если женщина промахивается, то не зря. Так ведь? Это всегда содействует какой-то все равно выходу, аминь, какой-то победе. И вы знаете, я думал, как назвать проповеди. Вы знаете, когда проповедник должен все равно оттолкнуться, особенно на конференции, от названия своей проповеди. И я думал, надо сказать, победоносная женщина. Или потом нет, потом думаю, ах, женщина в победе. Ну вы и так в победе сейчас. У нас храм называется Победа. Потом думаю, дерзай, черь. Вот так. Думаю, что-то не то вообще. И я назвал свою проповедь просто. Женщина от Бога. Женщина от Бога. Вы знаете, на самом деле, Новый Завет, он не так, может быть, богат на послания к женщинам, упоминания к женщинам. Хотя есть, конечно, упоминания. Но вот он как-то не богат. Больше о братстве. Больше о братьях. Когда особенно мы читаем там послания апостола Павла. И женщины, они как-то идут между строк. Но вы знаете, в Новом Завете также, и не в Новом Завете, и в Ветхом Завете, есть истории, хоть и короткие, но они на самом деле очень сильные. И вот мы вокруг, вот я выбрал трех, три истории, которые женщины показали себя, что несмотря на их обстоятельства, несмотря на их прошлое, несмотря на какие-то, какой-то минус в их жизни, они смогли оттолкнуться и реализовать себя в Боге. И эти женщины поистине, можно их назвать женщиной от Бога. Аминь. Здесь есть женщина от Бога? Вы знаете, друзья, я думаю, что женщина от Бога, это не просто какой-то конечная оценка, что ли. Это на самом деле, я думаю, процесс. Это женщина, которая доверяет Богу. Женщина от Бога, это женщина, которая верит в тот потенциал, который Бог вложил в нее. Аминь. И это женщина, которая раскрывает свой потенциал. И женщина от Бога, я думаю, что это всегда такой некий процесс во всей жизни. И здесь, когда Бог совершенствует нас. Аминь. И вы знаете, когда мы с вами верим вот в это, что я от Бога. Я женщина от Бога. Это дает такой, я думаю, что в духовном мире это такой соединяется клей ангелов над твоей жизнью. Вы знаете, я раньше много ездил по церквям, на конференции также. И я даже проводил эксперименты недавно, не то что недавно, может быть, года два назад я поехал в один город, и там была конференция, там что-то, Ростцеркви, я не помню. Я приехал просто как вот, ну, не стал ничего, просто сижу, и как-то тебе относятся, ну, как ко всем. Знаете, и потом мы разговаривали, пастор, там, спикер проповедовал, делился посланием своим. И вот просто, я ставил, когда он вышел со сцены, и он меня увидел, говорит, приветствую, откуда вы? Я говорю, ну, я с Нижнем Новгорода, как вас зовут, Сергей, там, и так далее. И как только я сказал, я из посольства Иисуса, я являюсь помощником пастора Павла Рындича, все сразу поменялось. Когда ты говоришь от кого-то, да, это тебе помогает, а особенно от кого-то авторитетного. А Бог, Он авторитет всех авторитетов. И здесь, и на самом деле, вы знаете, Библия упоминает, что женщина, она является наимощнейшим сосудом, то есть слабым, да. И, вы знаете, я думаю, что у вас в этом есть огромные привилегии, потому что апостол Павел сказал такие слова, 2 Коринфянные 12 глава 9 стихе, о том, что... И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вы знаете, вот чем вы порой слабже, тем сильнее оказывается во Христе. Во Христе вообще другая арифметика какая-то, заметили? Мужики, мы мужики, нам вот это место из Писания, оно наоборот как будто конфронтирует. Что, я немощен? Я слабый, что ли? Да нет, я не слабый, я наоборот, я мужик и так далее. И мы сопротивляемся, а оказывается в этом-то порой весь иссок. Аминь. Когда мы во Христе, чем мы слабее в человеческих силах, да, в человеческих ресурсах, приходит Божья сила и Божьи ресурсы здесь. И поэтому, друзья, давайте мы нырнем немножко в Ветхий Завет. И первый царств, первая глава, первый царств, первая глава, с 10 стиха. Здесь говорится об Анне. Первый такой пример женщины от Бога, да, которая реализовала свой потенциал в Боге, это Анна. Для меня она одна из героинь Библии. И давайте зачитаем по тексту. Писание говорит, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презриешь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитям мужского пола, то я отдам его Господу. На все дни жизни его бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом Ильей, священник, смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяной. Смотрите, и написано. И сказал ей Ильей, да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего, отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секиры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе. И мы дальше примерно все знаем, Бог дал зачать Анне, и она родила. Кого она родила? Она родила Самуила. Она не просто родила что-то, она родила что-то великое, которое потом повлияло на многие поколения. Ты здесь? И вы знаете, и первый пункт здесь. То, что ты рождаешь, должно пройти через жертвенник Божий. Вот все, что ты рождаешь в своей жизни, должно пройти через жертвенник Божий. Друзья, на самом деле, она посвятила то самое дорогое, что она родила. Аминь. И когда мы видим этот пример Анны, вы знаете, интересный момент. Мы все хотим чего-то великого, мы всем хотим что-то прорывного, но вы знаете, мы не хотим проходить какие-то препятствия. И всегда, порой, не то что всегда, порой нам неохота на жертвенник. Ты здесь? Неохота на жертвенник. Неохота как-то по человеческому рассуждению платить цену. Быть на жертвеннике. Пропустить через жертвенник Божий. И вы знаете, и мы видим, что было препятствие у этой Анны. Она вообще не приткнулась. Представь себе, Илья несправедливо, по большому счету, обошелся с Анной. А у ней и так-то было все плохо, по большому счету. Там и Богом-то не пахло, вот в этом, в ее ситуации. И представь себе, Он утвердительно сказал, что ты пьяна. И представь себе, если бы она не сдала этот экзамен. Слышите? А мы сейчас, как бывает порой, чуть-чуть против шерсти погладить, и все. И ты обиделась. А женщины, ой, как справляются порой с обидами. Тяжело порой. Аминь. Мужики, мы более такие, потому что, наверное, черствые. Да, и ладно, все нормально. Хотя и тоже закапываемся туда же, бывает и поглубже в эти обиды. И вы знаете, она прошла через этот момент. Она прошла через вот это препятствие. Аминь. И она посвятила то, что она родила. Она посвятила, и это потом дало даже вот в том, что она родила, влияние на многие поколения. Аминь. Вы знаете, часто вот вы, многие здесь материалы. Вот у всех, у многих есть дети. Да? И мы так. Знаете, вот эта мне мысль понравилась, которую говорил наш пастор. Он говорил о том, что родители, они настолько пекутся, вот хотят все-все-все сделать, облегчить жизнь детям, что потом дети вырастают просто в мажоров. Да? Что в команде говорю, извините. У меня младший сын, младший сын играет в команде футбол. И он играет в самой топовой команде области. И вы знаете, я когда смотрю, его не выпускают иногда на поле играть. И вы знаете, я ловлю отверженность, я начинаю переживать, я сразу призываю, я начинаю, как у меня желания появляются поговорить с тренером. Да так поговорить. И правда, иногда его не выпускают, я не знаю почему, потому что он играет и лучше некоторых детей, но так бывает. И потом, когда я с ним, я не говорю, о, какой тренер плохой, а-тя-тя-тя-тя-тя, а какой лидер плохой, а какой этот плохой, учитель плохой, еще кто-то плохой. Я говорю, слушай, я сам не понимаю, почему так происходит. Давай помолимся. Это как раз время, чтобы ты понял о том, что если приходит какое-то то, что ты не понимаешь или несправедливость, как раз это служит отправной точкой для того, чтобы мы с тобой были у жертвенника Божьего. Ты здесь? И поэтому через это мой сын, например, укрепляется еще больше. И я понимаю то, что вот эти трудности, может быть, даже несправедливости. Я говорю, ты знаешь, Петь, тебе потом, даже если ты не будешь играть, тебе это в жизни пригодится. Вот эти преодоления, они пригодятся тебе в жизни. Сара, друзья, она тоже родила Исака. Сейчас я посмотрю индекс. Вот, Исайя 51, 2. Посмотрите, то есть показывает пример Библии, он говорит, посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Во множественном числе, кого вас? Она же Исака только родила. Послушай, но в Исаке было такое огромное семя, и они тоже с Враамом в какой-то степени прошли через жертвенник. Правда же? Потому что Бог сказал, положи самое дорогое на жертвенник. И через вот этот фильтр, если можно так сказать, жертвенника, родилось не просто что-то, а что-то великое. Вы знаете, у меня с этим местописанием комичная история такая произошла. Я в Саратове, помню, проводил энкаунтеры, молюсь что-то, вот так просто молюсь, горячо молюсь. Это было лет 10 назад, и мне это местописание всплывает, знаете. Мы же, когда иногда молимся, мы цитируем Писание, да, что что мы знаем наизусть. И я запутался, я знал наизусть, и я молюсь, говорю, и вот посмотрите, например, Авраама и Сары. Библия говорит о том, что посмотрите на Авраама и Сару, и забыл этот родивший вас, такой, мать вашу. И думаю, и знаете, это все в доли секунды происходит в моей голове, а народу было человек 50, и я вел в микрофон молитву. Мать вашу, и такой думаю, в секунду думаю, что-то я могу быть неправильным понят. И потом думаю, как же там написано? Вашу мать, я прямо озвучил, и думаю, да что ж ты будешь делать-то? И вот, и молитва, она остановилась, и просто гогот такой, и просто люди смеются. Минут пять, наверное, смеялись, и это было прикольно. Так вот, и я думаю, а в чем же, и я начал копаться после этого, и потом смотрю, и написано, родившую вас. Родившую вас, посмотрите на Сару, родившую вас. Сестры, вы являетесь как раз плодом Сары, которая родила вас в Исаке. Аминь. Через Исака, и меня в том числе. И поэтому, друзья, на самом деле, мы с вами должны все свои сферы жизни доверить Богу. Аминь. Потому что, когда, как сказать, на посвящение, приходит посещение. Когда ты посвящаешься, приходит Господь. Когда ты посвящена Ему, приходит Господь. И вы знаете, когда приходит Господь, я вспоминаю вот эту историю исхода, где, в исходе в 30 главе, где Бог дает идею помазания, да, миром. И Он говорит, отдели мне священников. И вы знаете, когда Бог приходит, Он отделяет тебя особенным образом для своей работы. Аминь. Для своих процессов, для своих целей. И поэтому, когда мы доверяем, когда мы, то, что мы рождаем, то, что у нас есть самое дорогое, мы проводим это через жертвенник. Бог отделяет тебя особенным образом. Аминь. Второе, друзья, второе. Это Иисус Навин, вторая глава, первый стих. Иисус Навин, вторая глава, первый стих. Здесь речь идет о равблуднице. Равблуднице. И второй пункт звучит так. Неважно, какое твое прошлое. Слышишь? Неважно, какое твое прошлое. Вы знаете, мы приходим из разного прошлого. И если бы я вот тогда послушал тех людей, которые говорили, не, у него такое прошлое, что он никогда не справится, и Бог с ним не справится. Понимаете? Неважно, какое твое прошлое. И здесь Писание говорит, смотрите. И послал Иисус, сын Навин, исцетимы двух саглядатаев тайно и сказал, пойдите осмотрите землю в Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы. Странно как-то уже. Начало такое. Начало разведки. Не заладилось. В дом блудницы. Которые имя Рааф и остались ночевать там. Ячейку проводили, наверное, женскую. И мы знаем, что она их спасла от того, что за ними пришли жители города. Она их не выдала. И потом Рааф блудница, оказывается, оказалась, оказывается, оказалась, простите за тавтологию, оказалась дальше в Евреях в 11 главе, где вся глава посвящена героям веры. Героям веры. Ее сопричислили к героям веры, оказывается, Рааф блудница. И вы знаете, когда Бог упоминает как будто Рааф блудница, а что нельзя было убрать это слово блудница? Мы же новые творения во Христе Иисусе. А Он именно и в том упомянул, или Библия упомянула, как Рааф блудница. Послушай, может быть, ты стесняешься своего прошлого, от которого Бог, кстати, оттолкнулся. Я никогда не стесняюсь своего прошлого, что я бывший наркоман. Понимаете? Я везде это говорю. Почему? Потому что твое прошлое может кому-то помочь. Аминь. Вы знаете, может быть, ты пережила развод, может, кто-то тебе говорит, разведеныш, или что там? Разведенка. Простите, у меня это. И ты, может быть, с одним, и ты пришла там, я не знаю, тебя, может быть, оставили, и у тебя дети остались. И тебе говорят, ну, она с прицепом. Ты знаешь, не верю этой информации, потому что Бог, Он зачастую отталкивается от нашего прошлого, чтобы мы были благословением для будущего. Аминь. Я сколько раз слышал, когда я кому-то свидетельствовал о своей прошлой жизни. Знаете, это было больше, чем каких-то норовоучений, учений, убеждений. Когда ты рассказываешь просто человеку, что у тебя было такое прошлое, и Бог, Он вмешался. И когда мы это говорим, мы воздаем славу Богу. Аминь. Знаете, я раньше обижался, что говорили там, ну, Сергей Ковылкин, он бывший. Я думаю, да что такое? Почему, что, нельзя вот просто сказать Сергей Ковылкин и все? Почему-то обязательно бывший. А потом я понял, потому что в этом есть сила. Аминь. Для тех людей, которые в этой проблеме до сих пор могут быть. И ты, может быть, сидишь здесь и думаешь, слушай, и мучаешься с этим прошлым, может быть, приставкой какой-то. Но ты знаешь, эта приставка может быть стать корнем. Аминь. Выход, да? Для другого человека, который смотрит на тебя. Ты здесь? Аминь. Друзья. И поэтому, неважно, каково твое прошлое. Вы знаете, есть еще одна история о, еще об одной женщине здесь же, которая о Марии. Это я, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 3 стих. Извините, местописаний много, но я верю, что вы записываете. Чтобы потом это где-то сказать. Может быть, поделиться. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 3 написано. Извините, залеснулось. Мария же, взяв фунт, нардово чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами. Запомните. Волосами своими ноги его, и дом наполнен соблагоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов, искриот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, что заботился, а потому, что был вор. И вот 7 стих говорит, Иисус сказал, оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. И 8 стих говорит, потому что нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Знаете, я долго размышлял, думаю, почему волосами? Женщины, что вам одно из самых дорогих вы бережете? Волосы. Волосы, правда же? Я помню, когда у меня жена третьего родила, и волосы у нее просто, когда она мыла в ванной голову, и они прям с водой падали. Для нее было ужас вообще. Правда же? Сегодня он, все вот вы с волосами, вы все... Даже статуи с волосами! Смотрите, все, никого нет лысого. Один я. Я не слышал ни одну женщину, которая говорит, мне надо на лысо, я хочу быть лысым. Заодно проверим, как правильная ли форма у меня черепа или нет. Никого. Только у меня правильный череп. По крайней мере, здесь вы можете видеть. И вы заботитесь о волосах. И вы знаете, в волосах женщины есть некое достоинство. Это когда? Как достоинство. И вы знаете, она именно волосами оттерла, тем самым показав всем вот этим, как бы, голосам, которые говорят, зачем это вообще надо было. Вот эта вся церемония, она еще волосами оттерла. И она не обращала на это внимания, потому что она показала то, что мое достоинство в Иисусе. Аминь. Мое достоинство строится, исходя из отношений с Богом, глубоких отношений с Богом, посвященных отношений с Богом здесь. И он, знаешь, что интересно сказал Иисус? Он говорит, она этим самым, как бы, поняла, и сделав это пророчески, я верю, потому что, он говорит, она подготовила меня к погребению. Тем самым. Аминь. И вы знаете, Иисус говорит такую вещь, он говорит, нищих всегда будете иметь с собой. Всегда. Вы знаете, вот мы что-то имеем всегда, суету, людей вокруг нас, еще какие-то размышления, измышления. Он говорит, а меня не всегда. Вы знаете, нам нужно быть, думаю, что всегда иметь, носить, или можно так сказать, быть с Иисусом ближе и ближе. Ты здесь? И тогда твоя жизнь, она обретет еще более какие-то краски. Аминь. Когда мы Иисуса ставим на пьедестал своего сердца. Когда мы ставим Иисуса Христа на пьедестал своего сердца, то все остальное приходит в порядок в нашей жизни. Аминь. Историю одну еще вам расскажу о коровах. И вы знаете, два, вернее не два, а просто поехали в круиз там, несколько человек там на корабле, и корабль потерпел кораблекрушение. И выжили два человека, два мужчины, и они доплыли, как-то добрались на осколках этого корабля до какого-то острова. И вот они стали там жить. Видите, один говорит, быстрее бы, он только и думал о том, чтобы спастись и уехать опять к себе на родину и с этого острова. Другой же говорит, слушай, там племя какое-то есть, давай с ними познакомимся, будем как-то с ними контактировать и так далее. И вот этот второй, который говорит, давай познакомимся, он познакомился с этим племенем, с вождем племени. И вдруг он влюбился в одну из женщин, девушек, которые были в том племени. И вождь того племени сказал, он говорит, знаешь, не все так просто. Прежде чем, если ты хочешь жениться на девушке, ты должен заплатить коровами. И говорит, у нас есть градация. Есть женщины, которые стоят две коровы, есть четыре, а есть девять коров. Вот это самое за топ просто. Это женщина самая дорогая вообще. И она стоит там девять коров. И он говорит, ну ладно, говорит, что я буду работать. И вот он работал, что-то там делал, годы проходили. Этот первый все ворчал и так далее. И он все-таки развил стадо коров и приходит к этому отцу, этой девушке, и говорит, я готов заплатить. И отец этой девушке говорит, моя дочь стоит четыре коровы. Он говорит, ну, ты знаешь, у меня есть девять коров. Я могу за нее дать девять коров. Он говорит, нет, нет, она стоит четыре, потому что это вот правила, вымеренные временами, вот стандарты и так далее. И он говорит, да мне вообще без разницы. Я даю за нее, хоть она стоит четыре коровы, я даю девять. И он женится на этой девушке. И потом как-то приплывает корабль. И этот, кто женился, он не едет, соответственно. Он говорит, вот у меня семья, любимая жена. А тот второй уехал. И проходит еще несколько лет. И этот парень, который уехал, возвращается на этот остров, на корабле. И он его принимает, его этот друг второй. И вот уже он видит, что у него семья и жена еще более стала красивей. Еще более стала, как сказать, краше, что ли. Да? И он удивился. Он говорит, а почему так? Он говорит, потому что я заплатил за нее не четыре, а девять коров. Послушайте, это показывает нам порой характер Иисуса, как Бог относится к нам. Кто-то тебя оценивает, жизнь тебя оценила как-то на четыре коровы, если можно так сказать. Но Бог тебя оценивает на девять. И это то, что тебе дает рост и красоту. Потенциал. Слушай, женщина, в тебе потенциал. Ты от Бога, потому что ты Божья. Не важно, как тебя кто-то оценивает, обстоятельства, еще что-то, мысли, внутренний диалог даже твой. Ты, может быть, себя внутри уже приговорила. Бог говорит, нет, 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 ты на девять коровы. Аминь. Давайте воздадим славу Иисусу. И третье, будь решительной. Третий, будь решительной. Третий пункт. Я верю то, что, и мы посмотрим историю, последнюю историю еще одной женщины, которая страдала кровотечением. Это Луки, 8 глава, 43 стих. Библия говорит, и женщина, страдавшая, извините, кровотечением 12 лет, которую, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Вы знаете, у нас столько сейчас врачей, мотиваторов. Я не знаю, коучей. И это, я ничего не знаю, психологов. Вы знаете, столько психологов среди женщин, значит, так много в последнее время. По интернету, я имею в виду, психологов. Поваров также очень много по интернету. Я, кстати, повар по своему первому образованию. Я учился три с половиной года. И когда я сейчас вижу поваров по интернету, мне смешно. Почему? Потому что за этим был процесс. Я три с половиной года учился, писал тетрадки, всевозможные вот эти вот рецептуры, физиология питания, оборудование, все вот эти, все картофельничистки и так далее, знаю все. Вы знаете, можно сготовить, а можно сготовить блюда. Можно накидать туда вроде все то, что там, но довести до готовности может не каждая. Аминь. Все остальное. И вот, знаете, написано, и она испробовала все. Я, конечно, не против, ни в коем случае против, не против психологов, все нормально. Но просто как-то уже наплыв. Вы знаете, в начале 90-х все были только экономисты и юристы, помните, да? Сейчас раз время поменял, все коучи и всевозможные еще люди таких профессий. Итак, и Библия говорит, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне, когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне, он говорит, мы с тобой в час пик, другими словами, в переполненном автобусе. В щепе стоим. И знаете, что написано? Силу, исшедшую от меня. Смотрите, женщина, ведь она страдала кровотечением, и в то время, я не думаю, что она была в лучшем положении, была там находиться, и тем более прикасаться. Слышите? Но она преодолела свои ограничения. Слышите? Она преодолела свои ограничения. Она просто говорит, она даже не видела Иисуса. Наверное, за толпой. Она слышала о нем и поверила, что она способна. И когда она, не знаю, как она там лезла, может быть, через ноги шедших людей, как-то вот так пролезла. Не знаю. Через страх, наверное. Потому что она понимала, что ее вообще могут... Ну, и так прикоснулась, что сила и шла. И тотчас напишет на иссяк, что источник. Источник крови. Друзья, на самом деле мы иногда латаем дыры в отношениях с Богом. Но важно перекрыть источник какого-то проклятия, каких-то неудач, каких-то повторяющихся моментов нашей жизни, которые создают потом нашу жизнь. И она прикоснулась так, так взялась, так поверила в то, что Иисус говорит, не просто я дал силу, а у меня кто-то силу вытянул. Знаете, мы иногда молимся как-то, Господи, и так далее. Я помню вот этот пример, что Божья благодать бывает, мы хотим пить, а стоим под душем. И она вот, знаете, вот так вот, тебя по всему телу, ну, рот-то сухой, внутри-то ничего. Когда нужно рот открыть просто и напиться, это совсем по-другому. Ну, так или нет? И вы знаете, когда Бог, когда она взяла вот это благословение, взяла вот эту силу, эта женщина стала для меня героем, одной из героинь Библии. Я думаю, вот это да. Немногие мужики так могут получить такой прорыв в жизни. Поэтому она взяла силу. Возьми силу верой. Она простиралась. Вы знаете, последний пример, когда я вам расскажу, я помню, я был в Колумбии, я не знаю, кто-то со мной был, пастор Вера, ты была, по-моему, ты, Катерина Вадимовна, ты тоже была. И вы знаете, а, да, точно. Мы приехали в Колумбию и приехали чуть раньше конференции, чем началась. И мы пришли в офис, и один из помощников, пастор Сезар Аксисланцев, говорит мне, слушай, давай с тобой сценку разыграем на конференции. И сценка заключалась примерно так, что, в общем, я говорю на русском, и меня как будто переводят, и не понимают перевода. Но потом, после этого, я включаюсь и говорю серьезно, он мне задает три вопроса, как видение Божие повлияло на твою семью, на тебя, а и на твою церковь. Я говорю, все, я понял. И вот, в общем, должна быть сначала какая-то была шутка. Я сам до сих пор не понимаю, как говорится, пошло все не по сценарию. И вот мы выходим, вот мы выходим с ними, 12 тысяч человек, представьте себе, 12 тысяч. Мы выходим, я начинаю что-то говорить, он выходит вместо микрофона с бананом, говорит что-то в банан, и весь зал ржет. Ну, они потому что по-колумбийски говорят, потому что аудитория больше тоже колумбийская, и смеется зал. И я начал говорить как раз о серьезной вещи. Я начал говорить о том, что как видение Божие повлияло на мою жизнь, на мою семью. Но это было мне дорого, я делился по-серьезному, и делегация из ЦХМ, завтра, кстати, будет проповедовать пастор Ольга, это мой один из фронтовых друзей, у меня еще один фронтовой друг сидит, это ваш пастор Вера. Умейте дружить. И поэтому, и смотрите, друзья, что происходит. И я начинаю это говорить, и зал ржет, потому что тот парень, видимо, я не знаю, он тоже может запутался, и он продолжает на колумбийском шутить, и я говорю серьезные вещи, и 12 тысяч ржет. Вы знаете, что я понял? Даже если 12 тысяч ржут, продолжай делать то, что Бог тебе верил. Аминь. Если большинство людей говорят тебе, не получится у тебя, говорят тебе, да ты не способна к этой Божьей цели, да кто тебе сказал, продолжай делать то, что Бог тебе положил на сердце. Аминь. Не смущайся, все хорошо. Даже когда ты в меньшинстве, все равно продолжай, продолжай действовать. Слышишь? Потому что ты женщина от Бога. Аминь. Давайте поднимемся, и мы помолимся. Можно кто-то играть? Выйдет. Аллелуя. Я не знаю, может быть, ты сидишь и говоришь, все равно я не поняла. Ничего страшного, Бог тебя догонит, потому что у нас еще два дня. Бог что-то делает в духовном мире. Знаешь, знаешь, как солянка делается. Порой не поймешь, что за продукт, но вкусно. Столько разных, разных, разных продуктов, противоречащих себе, порой, друг другу. Но потом ты понимаешь, это блюдо стоило того. Бог делает, заваривает какое-то блюдо для тебя, чтобы сформировать тебя, скорректировать, чтобы вдохновить тебя. Аминь. Наполнить своей любовью. И давайте мы помолимся Господу. Аллелуя. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Спасибо тебе, Господь, за каждую женщину. Боже, я молюсь, чтобы каждая сестра, каждая девушка, она приняла то, что она от Бога. Аллелуя. Боже, я молюсь, Господь, о твоем посещении. Господь, посети каждое сердце. Исцели. Дай надежду, Господь, по имя Иисуса. Потому что через женщин ты могущественным образом действовал на всем протяжении Библии. Господи, пусть придут те времена, чтобы каждая женщина реализовала свой потенциал, была сильна, влияла на жизни многих людей во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо тебе за открытое небо и за благодать и милость, Господь, которую ты изливаешь, Господь, наши сердца Духом Святым. мы молимся и ожидаем от тебя еще больших откровений в эти дни для того, чтобы мы преобразились в твою славу, Господь. Мы еще больше преобразились, Господь, в твой образ во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И все сестры да скажут Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Субтитры создавал DimaTorzok